Сегодня в областной столице состоялась вторая социальная ярмарка. Мясо, овощи и крупы можно было купить по низким ценам на четырех уже традиционных площадках. Отмечу, что на этот раз организаторы учли пожелания тюменцев. Увидела все своими глазами Светлана Зорина. Здесь побольше мяса, чем на кролике. Налетай на кролика Нина Машнина представляет совхоз Рощинский. Кроличьим мясом он славится более 40 лет. Сегодня этот товар можно было найти на ярмарке в Заречном. Мясо диетическое, очень хорошо ребятишечкам берется. Кролики, пельмени из кролика есть тоже. Носиски из кролика идут очень хорошо. Можно выбрать и набор для тушения, без косточек. За килограмм мороженой тушки здесь просят 350 рублей. Цена ниже, чем в магазинах, впрочем, как и на другой товар. Например, свинина на ярмарке стоит 200 рублей, говядина – 270. Мясо кур не выше 125. Что до овощей, килограмм картошки и капусты обойдется в 20 рублей. Сегодня особый спрос у горожан на яйца. Мы купили яйца, картошку. Конечно, дешевле. Не все, конечно, но дешевле. Смотрю, с каким рынком сравнивать. Так у выставочного зала очередь за яйцами как будто их отдают даром. Хотя десяток – 45 рублей. Покупатели оценили стоимости другого товара. Вот я пелить хотел взять, там, ряпушку. Дешевле. Магазин, если на 350, то здесь 280. Слоган этой ярмарки – цена от производителя без наценки за комфорт. Конечно, чтобы купить здесь товар, придется потратить время и простоять в очереди. Зато вся продукция здесь местная, свежая, натуральная. И цена значительно ниже среди рыночной. Прошлая ярмарка вызвала небывалый ажиотаж. Организаторы это предусмотрели. И сегодня продукции было на 30% больше. Это торговля не в убыток. Повторюсь, это цена от производителя, потому что убраны все посреднические звенья, которые могут добавлять эту наценку. И, естественно, отсутствует арендная цена за площадку, поскольку организуется с хвост субъектами. Это по распоряжению администрации города. И поэтому этой наценки нет. Следующая ярмарка пройдет 21 февраля. Также на четырех площадках. Кстати, по многочисленным просьбам горожан, в марте возможно добавится и пятая в районе Дома обороны. Светлана Зорина, Евгений Доценко. Тюменское время.